Привет, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я повествую вам, а не побоюсь этого слова, величайшим флотоводцем и полководцем Российской империи, а впоследствии и верховным правителем Российской империи. Имя его Александр Колчак. Родился он 4 ноября 1874 года в Петербурге. Его отец Василий Иванович был героем обороны Севастополя во время Крымской войны. Продолжая семейные традиции, 16-летний Александр после окончания гимназии поступил в морской кадетский корпус, где успешно отучился 6 лет. При выходе из корпуса был произведен в Мичманы. Первый же выход в море произошел в 1890 году. Первым кораблем его стал броненосный фрегат «Князь Пожарский». В дальнейшем его учебными кораблями стали «Рюрик» и «Крейсер». После учебы Колчак служил на Тихом океане. В январе 1900 года Александр Васильевич пригласил принять участие в полярной экспедиции барон Толь. Перед экспедицией стояла задача исследовать неизвестные районы Северного Ледовитого океана и провести поиски легендарной земли Санникова. Здесь Колчак показал себя очень энергичным офицером и также деятельным. Он даже был признан лучшим офицером экспедиции. В результате несколько членов экспедиции вместе с бароном Толем пропали. Без вести Колчак подал прошение о продолжении экспедиции с целью отыскать членов команды Толя. Ему удалось найти следы пропавшей команды, но выживших, к сожалению, он не нашел. По результатам работы Колчак был награжден орденом и был избран членом Российского географического общества. С началом русско-японской войны Колчак перевелся из Академии наук в морское военное ведомство. На Тихом океане он служил под руководством адмирала Макарова и командовал миноносцем Сердитой. За героизм и мужество он был награжден золотой саблей и серебряной медалью. С началом Первой мировой войны Александр Васильевич командовал минной дивизией Балтийского флота. Храбрость и находчивость были отличительной чертой адмирала. В 1916 году Николай II назначил Колчака командующим Черноморским флотом. Главной задачей флота была очистка моря отражеских военных кораблей. Эта задача была успешно выполнена. Выполнению других стратегических задач помешала Февральская революция. В июне 1917 года Колчак отказался от командования Черноморским флотом. Гражданская война и Верховный правитель России. После отставки Колчак вернулся в Петроград. Временное правительство отправило его как ведущего эксперта по борьбе с подводными лодками в распоряжение союзников. Сначала Колчак прибыл в Англию, а потом в Америку. В сентябре 1918 года он вновь оказался на русской земле, во Владивостоке. А уже 13 октября 1918 года в Омске он вступил в общее командование добровольческих армий на востоке страны. Колчак возглавил 150-тысячную армию, целью которой было объединение с армией Деникина и поход на Москву. Численное превосходство Красной армии не позволило реализоваться этим планом. 15 января 1920 года Колчак был арестован и оказался в Иркутской тюрьме. Следствие ввела ЧК, чрезвычайная комиссия. Свидетельства очевидцев и документы следствия показывают, что на допросах адмирал держался мужественно и достойно. 7 февраля 1920 года адмирал был расстрелян, а тело его было выброшено в прорубь. Вот такая интересная, но довольно недолгая жизнь получилась у Александра Колчака. Начинал он свою карьеру в качестве полярника, но война заставила его стать флотоводцем и впоследствии верховным правителем России. Скажем, что война вынесла в его жизнь непоправимые коррективы. Друзья, а как вы думаете, какой все-таки личностью был Александр Колчак? Некоторые признают его героем и великим русским патриотом, некоторые считают палачом и убийцей. Мне бы интересно было услышать от вас мнение в комментариях. Я читаю все комментарии и мне было бы очень интересно. Всем спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь и ждите новые видео на этом канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok